Всем привет, меня зовут Юлия, и сегодня я бы хотела сравнить две помады от марки Chanel. Первая это Rouge Coco Flash, которая была выпущена в прошлом году, и запуск этого года Rouge Coco Bloom. Казалось бы, обещания производителей, ну, как бы, очень сильно похожи, потому что обе они должны увлажнять, обе они должны давать такой плампинг эффект, в общем и целом. Но, как выяснилось, это две абсолютно разные помады, и мне хочется, чтобы вы вот после просмотра этого видео могли для себя определиться, вообще, нужна ли вам помада хотя бы одна из этих, в принципе. Возможно, это совсем не то, что вам хочется, и поэтому постараюсь максимально подробно к ним подобраться, ну, собственно, как и практически в всех своих роликах. Итак, как всегда, начнем со стоимости из упаковки, с доступности, нанесения, стойкость, формулы и так далее. Сейчас про все обязательно расскажу. Первое, доступность этих помад сейчас абсолютно идентична. То есть, Rouge Coco Bloom появилась уже практически, по-моему, во всех сетевых магазинах. Литуаль, Ревгош, Ильдебате, Золотое яблоко уже точно к себе привезли, и примерно стоимость у них идентичная. То есть, просто в разных магазинах она разная. В среднем стоит вот эта помада новая Rouge Coco Bloom 2283 рубля, но там плюс-минус. Опять же, в зависимости от магазина, от скидок, акций, от размера скидки и так далее. Rouge Coco Flash также стоимость 2200 с чем-то. Я подробнее все-все подпишу и ссылочки на всякий случай оставлю. Они не аффилированные будут. Далее, по упаковке. Упаковки абсолютно идентичные. Я бы не сказала, что какая-то там прям тяжелее, какая-то легче, больше, меньше. Нет, абсолютно. То есть, привычная для нас упаковка с прозрачной крышечкой. Единственная, в принципе, разница здесь это в том, что вот здесь у нас идет золото, а здесь серебро. Здесь уже, опять же, кому как больше нравится, мне больше нравится вот в золотом обрамлении запуск прошлого года, вот в Rouge Coco Flash. Но кому-то больше нравится в серебре, опять же, дело вкуса. Далее, нанесение этих помад мне лично понравилось. Абсолютно никаких проблем нет. Rouge Coco Flash прекрасно абсолютно ложится ровно, вообще без каких-либо полосок. Знаете, бывает просто помады нюдовые, часто полосят. И, знаете, такой получается вот такой некрасивый эффект, какой-то зебры просто на губах, и ты наносишь, и ты вынужден потом чем-то все это оттушевывать, растушевывать, как-то что-то с этим делать. И это занимает лишнее время, особенно, когда хочется просто быстро накрасить и побежать. И это, честно, дико раздражает. Здесь такого нет. Это очень приятная обволакивающая помада с такой классной бальзамной прям формулой, масляной чуть-чуть даже. И она настолько красиво ложится, ровно. И прямо это вот скажу, прямо даже сейчас, вот на данный момент, это моя любимая помада Rouge Coco Flash именно вот в такой увлажняющей формуле. С нанесением Rouge Coco Bloom у меня вот тоже проблем вообще никаких не возникло абсолютно. Она прекрасно, ровно наносит оттенок. Причем эти две помады, в чем главное отличие внешне, то, что у них разная степень пигментации. То есть у помады Rouge Coco Flash пигментация только частичная. То есть она частично прикрывает оттенок губ и какой-то, как будто, знаете, такой бальзам. Опять же с нанесением Rouge Coco Bloom никаких вопросов не возникает. И несмотря на то, что у нее такая, знаете, высокая степень пигментации, она очень ровно наносит продукт. Нету ни полосок никаких, ничего. То есть ты просто берешь, накрасился. В чем вот дальше, на самом деле, на мой взгляд, главное отличие, это работа этих двух помад непосредственно с губами. Потому что, казалось бы, производитель обещает прям гиперувлажнение и там, и там. Но они работают абсолютно по-разному. Вот Rouge Coco Flash прям действительно увлажняет губы. Эта помада также прекрасно отработала и на анти-эйдж макияже. То есть она не затекает в складки, она просто обволакивает губы, дает красивый такой оттенок бежевый, нюдовый, классный. И вообще все замечательно. Она увлажняет губы, с ней абсолютно себя комфортно чувствуешь. Вот с Rouge Coco Bloom уже немножечко по-другому. То есть она внешне, да, она более пигментирована. Да, она внешне тоже такая чуть с небольшим сиянием. Она такая вроде бы увлажняющая. Но вот в этой формуле есть некоторый тинт. То есть вот Rouge Coco Bloom обладает некоторой степенью фиксации. То есть после того, как в течение дня вы там поели еще что-то, у вас снимается верхний слой и немножечко остается легкий тинт. Так вот, вот этот легкий тинт может чуть-чуть подсушивать. Это зависит уже от многих факторов, вплоть до того, в каком помещении вы находитесь, какой уровень влажности воздуха, сколько воды выпили вообще. Если у вас гиалурон в губах, вот мне она подсушивает. Если губы прям только что увлажнены, там они как бы так подкачаны, сушить вероятнее всего она не будет. Но вот в моем случае она как бы чуть-чуть подсушила, подсушивает. Сухость не какая-либо дискомфортная, но ощущение такое небольшое и есть. И если прям у вас очень-очень сухие губы, вот от малейшего тинта они прям вот, не буду говорить как сморчок, но просто сильно сохнут хотя бы от малейшего тинта в любой формуле помад. Поэтому вот возможно она вам может не понравиться. Вот этот момент очень-очень важно учитывать и быть вот здесь как раз очень внимательным при выборе этой помады, потому что, ну на мой взгляд, она не дешевая. И конечно не хочется получать какой-то дискомфорт после использования этого продукта. Вот так что здесь будьте внимательны, она не просто высоко пигментированная и увлажняющая, она еще чуть-чуть тинтующая. Но, кстати, этот тинт не очень долго держится. Я ее наносила как раз перед днем рождения дочки, и она в принципе держится неплохо, но не гипер прям такая-то стойкая вообще. Вот, поэтому я вам тест-драйв обязательно проведу, к концу вечера прям сяду, покажу все, и чтобы вы для себя примерно поняли вообще, как оно. Вот она, кстати, сейчас у меня на губах именно Рушко Ко Блум оттенок Шанс. Ну, то есть вы видите, то что вот прошло буквально чуть больше часа, я поела и Рушко Ко Флэш уже нет на губах, а Рушко Ко Блум еще чуть-чуть остается. И мне чем нравятся в принципе формулы помад от Шанель, тем то, что они довольно-таки равномерно сходят с губ, то есть нет такого, что вот какие-то вот куски отлетают. Правда, ну бывает такое очень часто, даже у довольно-таки дорогих помад вообще. Мне нравились их формулы более матовых помад, которые уже, кстати, сейчас сняли. Тоже у меня такой рыжий есть красивый оттенок, чайный, его уже не выпускают. Вот она вот очень похожа вот на эту помаду, но вот мне как раз в той не хватало чуть больше увлажнения, чуть больше глянца. Вот это как раз именно дает вот эту историю. В общем и целом, попробую подвести итоги, какую бы я помаду оставила себе, если бы мне сказали вот прям вот все сейчас, вот прям ты должна одну помаду оставить и все. Я не знаю, мне они обе нравятся. В общем, у меня 100-500 нюдовых помад, они мне все нужны, короче. В общем, мне не можно, я не буду ни одну оставлять. На самом деле, серьезно, они очень разные. То есть те моменты, когда у меня, например, очень сильно сохнут губы, бывает там заболела, когда мало воды на съемках выпила, там вынуждена работать временно в каком-то очень сухом помещении. У меня такое было, как-то съемки были просто в гипер-гипер сухом помещении, и губы просто съеживались как сморчки. И, соответственно, здесь я уже просто подбирала не только для себя, но и для людей продукты, которые будут более увлажняющие. Вот в этом случае я бы не наносила вот такую помаду с тинтом, и нанесла бы что-то вот именно такое более бальзамное. Но если бы нужно было чуть больше пигмента, уже бы я эту помаду не взяла. В общем, что бы ни говорили, они абсолютно разные. Это очень классная увлажняющая бальзамная, которая никуда не растекается, не затекает, ровно наносится, прекрасно вообще. Держится плохо, ну как, в принципе, все понятное дело здесь. Но у нее настолько формула удачная, на мой взгляд, что это прям моя любовь любовная. Эта помада мне тоже очень сильно понравилась. Она меня чуть-чуть отнесла к этим чуть-чуть старым шанелевским помадам, которые уже сняли, но которые я просто безумно любила. Но вот как будто как-то чуть доработанная формула, более интересная. И мне она тоже очень сильно нравится. Но вот этот тинт прям может подсушивать губы. Почему-то про это очень мало говорят, хотя это очень важный такой аспект в этих двух помадах. Вот поэтому я бы оставила обе помады, я бы не смогла выбрать. Но в работе, например, с более сухой кожей губ, я бы выбрала этот продукт. В работе с губами непосредственно, которые не нуждаются практически в увлажнении, я бы выбрала вот эту помаду. Но еще на самом деле очень важный момент это подготовки кожи губ. То есть, когда мы говорим о помадах с тинтом, то все-таки кожу губ важно подготовить. Я это показывала в одном из роликов, где показывала, как губы сделать побольше с помощью макияжа. Сначала наношу мазь, потом снимаю, скрабирую губы, снова снимаю, наношу мазь и жду какое-то время. И вот после этого даже остойка какая-то помады у меня лично не вызывает какого-либо дискомфорта. Но в целом наносила в другие дни русскую каблум, и вопросов тоже с ней каких-либо особо не возникало. Вот. Простите, что одно по одному. Мне просто хотелось как-то так максимально со всех сторон подобраться. И в принципе видео получилось небольшим, но я очень надеюсь, что оно получилось информативным. И как обещала, свочи при дневном свете обязательно, потому что все-таки я нахожусь сейчас в студии, домашней, хоть домашней, но и студии. У меня три источника света, и оттенок очень сильно отличается. Опять же, помада Rouge Coco Bloom оттенок Шанс показываю при разной световой температуре. То есть видите, она не такая уж и рыжая на самом деле. Вот. Хотя в обзорах у многих блогеров я смотрела, она прям там какая-то рыжая-желтая такая была. Я думаю, ну все, заказала на свою голову. Нет. Бренд Chanel остается одним из моих любимейших. Это вот особенно в последнее время. Я к нему как-то прям особенно воспылала. Мне все время хочется купить то, что новое. Эти новиночки, которые они выпускают, они настолько для меня какие-то манки интересные. Вот. И поэтому у них там еще потом тени выйдут. Я очень надеюсь, что их привезу быстро в Россию, и я смогу их взять на обзор как можно скорее. И обещаю вам давно уже обязательно отсниму ролик про сравнение трех тональных основ от Chanel. Поэтому тоже, пожалуйста, подпишитесь, чтобы не пропустить выход этих видео. И напишите, пожалуйста, кстати, какая вам помада больше понравилась вообще. А может быть вам вообще ни одна не понравилась, и я уберегла вас от лишних расходов. И для меня это тоже очень важно, потому что помады не дешевые. И все-таки, когда там за 2-200 берешь помаду, хочется получить именно то, что будет доставлять невероятный просто кайф, невероятное статическое удовольствие. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Для меня это очень-очень важно. И если вам это видео понравилось, пожалуйста, поддержите мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите, пожалуйста, в комментариях хотя бы какой-нибудь смайли. Это будет способствовать его развитию. И, соответственно, для меня это будет мотивацией покупать больше продуктов на обзор, делиться с вами больше информацией. Так что очень-очень надеюсь на вашу обратную связь. И, конечно же, мы с вами не прощаемся. До новых встреч в новых видео. И всем пока!